Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас видео украшений и вот вам такая вот коротенькая затравочка на сегодняшнее видео. Я убираю свою коробочку и сейчас мы начнем все разглядывать по очереди, по порядку. Для тех, кто у меня впервые, я скажу, что я живу в Канаде, покупаю свои украшения в благотворительных магазинах. Цены все в канадских долларах. Это цены, по которым я покупаю свои украшения. Ни в коем случае не продаю, а именно покупаю свои украшения. И если вы впервые на моем канале, еще раз, то на моем канале есть разные видео. Не только про украшения, а также про примерки, обзоры магазинов, болталки, которые я очень давно не снимала. Надеюсь, к ним вернуться. И давайте уже начнем рассматривать украшения. Как всегда, я начинаю от самых таких, ну, простых, не очень ценных, до более таких дорогих и ценных. Еще раз повторюсь, я покупаю украшения не только винтажные, я покупаю украшения и современные, если они мне нравятся. И на них хорошие цены. Итак, давайте начнем с первой броши. Очень мне она понравилась. Я думаю, что она не очень старая, но и не очень современная. Потому что много есть тому знаков. Длинная большая игла. Хорошо сделана обратная сторона. Да, и вообще вот этот вот фасон на такие эмалевые броши, мне кажется, что он, ну, как бы не очень, не очень это современная история. Значит, вот она стоила 5 долларов, 4,99. При вас же я снимаю этикетку. И давайте посмотрим на нее поближе. Еще уделим ей некоторое внимание. Несмотря на то, что ценности в ней нету большой. Меня все время, кстати, ругают, что я очень долго рассматриваю свои украшения. Даже те, которые вообще особо не ценные. Но я, вы знаете, сама честно говорю, просто я это очень люблю. Я их очень люблю и любуюсь, глядя на них. И пытаюсь передать, так сказать, свое восхищение и восторг любой вещью. Даже не очень ценные, не очень старинные. Вам просто. Потому что если я ее купила, значит, она мне понравилась. Значит, я могу о ней много рассказать и много говорить. Маркировок я не нашла на ней никаких. Но, судя по обратной стороне и длинной такой толстой иголки, качественной игле, она не очень современная. И вот так вот она выглядит. Посмотрите, какая симпатичная, интересная брошь. Интересной формы. Такой вот, скорее всего, это может быть даже что-то рождественское. А может и нет, я даже не знаю. Нет, вряд ли. В золотом тоне. Красивая, красивая, прекрасного цвета, такого тила, это называется по-английски, морской волны. Эмаль с разводами. И вот здесь вот такая вот, немножко такой кусочек сделан из такой белой с золотом эмали. Красивая брошь. Интересная, необычная. По случаю будет очень нарядная и красиво смотреться на интересной одежде. Следующая брошь, которая тоже стоила нам 5 долларов, нам, мне, 4,99. Очень интересная, мне тоже она понравилась, своим дизайном, своим исполнением. Маркировок я не нашла. Нет, есть маркировка какая-то. Вот видите, как я... Так, давайте ее отстегнем и посмотрим. Я вижу здесь маркировку. Я покупаю свои вещи, украшения покупаю и кладу так вот по мешочкам, чтобы снимать. Иногда забываю, что же я здесь покупаю. Давайте посмотрим поближе. Здесь, похоже, есть какая-то маркировка или, мне кажется, да? Вот что-то здесь есть, но я не могу это разобрать. Если вы мне поможете, девочки. Я не нашла по картинке ничего подобного. Может быть, вы знаете, потому что мне она знакома, эта брошь. Я как бы где-то ее видела. И мне кажется, что напоминает она мне какую-то брошь маркированную, но я не могла найти. И вот здесь есть маркировка, которую я не могу разобрать. Сейчас. У меня еще старый порез. Не обращайте внимания, уберу палец. Не могу разобрать. Но я очень надеялась найти ее в интернете, но не нашла. Тоже такая толстая, хорошая игла. Брошь, видимо, винтажная и маркированная. Видите, всего 5 долларов. Это дешево для маркированной броши в наше время, в наших секондах. Просто потому что, видимо, они точно так же, как я, не сразу заметили маркировку. Просто решили, что это просто какая-то брошь. Но на самом деле, я вам хочу сказать, что она и выглядит как хорошая, дорогая вещь. Вот глядя на нее, сразу видно, даже без того, что я видела маркировку, сразу видно, что это какая-то качественная, хорошая брошь. Не очень современная. Сделана очень хорошо, очень качественно. И понятно, что это не какая-то современная дешевка. А в принципе, даже если современная, то не дешевая. Но, опять же, вот маркировку я не разобрала. Попробую ещё раз почитать и попробую поискать ещё в интернете. Но вот пока что я не нашла ничего подобного. Брошь шикарная, я вам хочу сказать. Очень-очень с многими вещами я смогу её носить. Так, давайте посмотрим вот на этот кулон. Он тоже у меня вызвал очень много вопросов. И, опять же, я не нашла ничего по его, по картинке этого кулона. Но мне он просто понравился. И стоил он не очень дорого. А, на нём аж два раза, две цены аж прилепили. И обе были 4 доллара. 3,99 и 3,99. Я уж не знаю, чего они так расстарались и налепили два раза цену. Но, видимо, один раз налепили и не заметили. И потом налепили второй раз. Так, давайте посмотрим. Во-первых, сам кулон интересный. Во-вторых, интересная цепь. Видите, она не просто так. Она вот такая вот с очень интересными звеньями. Сочетание обычного колечка и вот такого вот интересного звена. И на конце здесь какая-то куча всяких удлинителей, застёжек и всего разного всякого. Видите, вот цепь кончается. Потом начинается... Вот, видите, потом начинается просто удлинительный... Нет, нет, это ещё всё идёт цепь, цепь, цепь. Вот, потом здесь начинается удлинительная цепочка обыкновенная. Нет, это всё ещё цепь. Да. Сейчас. Она просто здесь застёгнута, поэтому я... Я помню, что там было какое-то... Вот, и здесь вот всё запутано. Надо мне всё это дело распутать. Вот, вот, цепь идёт до сих пор. Потом начинается удлинительная цепочка вот с таким вот шилдиком, который я тоже не определила, что это такое. По-видимому, это какой-то бренд. Но я никогда ничего подобного не встречала. Что сия означает, не знаю. Что-то... Мне кажется, что это что-то современное. Не знаю, в общем. Посмотрите. Вот такая вот штука. И, значит, обычный замочек. Здесь мне надо распутать, видите. Здесь у меня что-то запуталось. Или это у меня, или я так купила, не знаю. В общем, довольно длинная она цепь. И на ней вот такой вот интересный кулон. С кристалликами Аврора Бориалис, корона. Он, видите, такой двойной. Триди такой, можно сказать. Потому что корона эта прилеплена сверху. С обратной стороны вот так он выглядит обычно. Симпатичная вещь. Ну, неопределимый ни возраст для меня, ни происхождение. Хотя выглядит очень, не очень, мне кажется, современно. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Так, следующее изделие. Это вот такие вот бусы. Я думаю, что они довольно старенькие. И мой любимый зеленый цвет. Стекляшки. Все, как я люблю. Старенький вот такой вот замочек. Простите меня, пожалуйста, у меня здесь был порез. И очень неэстетично, некрасиво выглядит палец. Но я уже не хотела заматывать в пластырь, чтобы это не выглядело еще хуже. Так что уж не ругайте меня. Так, стоило оно тоже 4 доллара. Это ожерелье бусы. Они, оно ожерелье. Ужасно люблю стекляшки. Вот такие стеклянные бусины. Я их просто обожаю. Они как будто бы, знаете, выглядят как будто бы такие леденцы. Это, конечно, стекло. Причем все они разные. Посмотрите, видите. Они немножко отличаются формой. Вернее, у них есть два вида бусин. Одни вот такие вот крученые бусинки. И одни вот такие вот просто как фасолина такая. И вот планочки такие между ними. Старенький замочек. То есть, я думаю, что они винтажные. Замочек бочка. Явно такой винтажный старенький замочек. Видите, он даже такой позеленел немножечко. Ну и сам он выглядит как очень винтажный. Вот. И вот они вот такие вот приятные. Они не очень длинные. Очень красивый зеленый новогодний такой цвет. Хотя Новый год уже прошел. Но мы еще все находимся в его чарах. Под его чарами, вернее. Вот такие вот интересные бусины. Нравятся. Очень люблю такие. И с удовольствием тоже буду носить. Так, дальше давайте рассмотрим вот такой браслет. Без подобной красоты. Но не знаю насчет его происхождения. Опять же, сомневаюсь. Много здесь всяких замков. Маркировок никаких нет. Купила я его за 5 долларов. Ой. Мой декор. Рушу своими руками мой декор. Машу руками слишком от эмоций. Поэтому... Посмотрите, какой интересный, красивый браслет. Давайте сначала его рассмотрим. Потом будем рассматривать. Есть маркировки. Нету маркировок. Значит, темное такое золото. Темное золото. И сколько у нас 3 ряда вот таких вот, как бы, цепочек с разными кристаллами. Вот один ряд с голубыми кристаллами, один ряд с розовыми. И в центре вот такие зеленые и белые прозрачные кристаллы. Крупная цепь, судя по всему, это стекло. Потому что он, да, довольно тяжелый. Очень интересные, кстати, вот эти зеленые кристаллы. Посмотрите, видите, как они сделаны. Вот такое вот. Если прячу свой палец, чтобы не нарушать ваше эстетическое удовольствие от просмотра украшений. Значит, замочек тоже здесь. На самом замочке на креплении сделаны кристаллы. Судя по всему, браслет какой-то непростой и недешевый. Но, видите, маркировок никаких нет. И он может удлиняться или укорачиваться. То есть мне вот на сегодняшний день он довольно большой. Но, насколько я понимаю, вот этот удлинитель, его можно отстегнуть. Да? Или нет? Мне кажется, что это отстегивается. Может быть, я ошибаюсь. О, здесь есть маркировка. Посмотрите вот. Какая же я глупая. А, Stella & Dot. Ну, конечно, Stella & Dot. Это довольно известная наша компания. Американская. Довольно дорогая компания украшений. Она, скорее всего, не винтажная. Но, в общем, очень известная, популярная. Своим дизайном славится. Я сейчас не смогу, наверное... Не знаю, как видите. Явно, что же вот это вот отстегивается. То есть вот это вот здесь можно это открыть. И тогда застежку можно будет цеплять. Значит, можно ее цеплять вот за это. Вот так. И он будет намного длиннее. Можно, видимо, отстегнуть эти все удлинительные звенья. А, вот. Видите? Вот так. То есть это все можно снять. И тогда можно вот застегивать его вот за другое звено. Потому что вот на сегодняшний день он мне длинный. Но, в принципе, его можно укоротить, можно удлинить. Это очень хорошо и правильно сделано. Потому что руки у всех разные. Но он очень красивый. Согласитесь. Очень эффектный, нарядный, красивый браслет. Сейчас я так близко показываю. У меня очень старые некрасивые руки. Как мне написали. Ну, что делать? Какие руки такие? Какая хозяйка, такие руки. Старые некрасивые руки у старой некрасивой хозяйки. Я потом вам примерю его на руку. Издали так покажу. Потому что так вблизи, видите, действительно он не производит впечатления. Вот. Но браслет действительно очень эффектный. И производит шикарное впечатление. Следующая у нас брошь. Пыльненькая такая. Видите? Я же вот купила, сейчас с этикеткой не помыла ее. Она немножко пыльная. Стоила вообще 3 доллара мне. Поэтому я ее взяла. Потому что цена хорошая. Я очень люблю такого типа вот эти вот винтажные броши. Это конец 60-х. По-моему, начало 70-х. У меня целая коллекция вот этих вот цветов. Из металлических с эмалью. Они были разные, разные, всякие, разнообразные, разных видов они есть. Вот надо здесь ее помыть. Здесь она немножко у меня пыльная. Но мне очень понравилось. Во-первых, цвета красивые такие ко всему. Красный, белый, синий. Очень много к чему можно подойти. Она очень эффектная, большая брошь. Есть легкие потери, видите, сход эмали. Но ничего страшного. На таких стареньких брошечках, мне кажется, что это вполне допустимо. Они есть разных-разных фасонов, эти эмалевые металлические броши. Застежка старенькая явно. Видите, плечики и сам замочек вот говорит о том, что она, что старенький. Вот такой вот замочек винтажный. Повторюсь, это конец 60-х, начало 70-х. Такие хиппи, хиппи, мода на хиппи, цветы, дети цветов. И вот такие вот броши. Такая у меня ассоциация такая, я не знаю. Они были очень в ходу, очень популярны. Красивая брошь. И мне нравится, знаете, не просто металл. А она, видите, сделана у нее несколько слоев этих цветов. В центре вот такой вот, как бы, тычинка, пестик. Не знаю, как это называется. Ну, в общем, симпатичная брошь. Эффектная, красивая, большая, летняя, мне кажется. И не очень тяжелая. В принципе, ну, вот, например, на какое-нибудь пальто или джинсовую куртку. Это прям будет супер-супер-пупер. Очень будет красиво, мне кажется. Так, идем дальше. Здесь у нас очень нежное, очень тонкое колье компании Avon. В компании Avon есть несколько видов вот таких вот колье похожих. Они очень много таких колье сделали. У меня есть даже парочка тоже похожих. Но это, вот, мне понравилось своей красивой, такой нежной, нежным фасоном. Тоже стоило всего ничего, всего лишь 3 доллара. Все-таки для маркированного колье. Это хорошая цена. Все еще у нас можно купить за такие деньги. Что-то можно купить. Значит, вот у него маркировка. Вот здесь вот. Так, я надеюсь, вам видно. Здесь написано SP, а здесь написано Avon. Вот, видите, Avon. Я не знаю, что означает SP. Но у Avon было много разных каких-то маркировок. Или это какая-то коллекция, или они делали для какого-то бренда, или для них кто-то делал. Я не знаю. У Avon есть очень много буквенных маркировок каких-то своих изделий, которые, в общем, трудно расшифровать. И особенно уже никто не знает, что это и к чему. Ну вот, посмотрите, какие красивые кристаллы. Двойной кулон. Маленькие камушки. Белые кристаллики. Вот эти вот такие медово-коричневые коньячного цвета. Здесь вот такие вот бусинки. И красивая цепочка. Тоже довольно длинный удлинитель. Так, давайте посмотрим. А, вот тут вот ее можно, значит, удлинитель можно отстегнуть. Вот видите, здесь тоже замочек. Удлинительную цепочку можно отстегнуть, если она вам не нужна. А, в принципе, вот... Вот такое вот красивое, нежное-принежное, женственное, симпатичное, элегантное колье. Сзади вот сделанное вот так. Здесь какие-то точечки. Не знаю, почему. Так надо, не надо. Ну, в общем, миленькое. Очень миленькое, девичье. Такое нежное. Для тех, кто не любит большие украшения. Я люблю все украшения. Большие и маленькие. Ой, не судите меня строго. Еще одно очень нежное колье. Тоже очень женственное и очень элегантное. Стоило оно всего лишь 4 доллара. На нем тоже есть маркировка. И меня тоже подкупило соотношение цены и того, что это маркированное изделие. Плюс ко всему, оно действительно очень симпатичное. Значит, маркировка у нас... Давайте посмотрим поближе. Это... Маркировка. Сара Ков Канада. Значит, есть... Сара Ковентри. Есть линейка, которую делали или для Канады, или в Канаде. Поэтому она вот так вот маркируется. Но, тем не менее, это колье Сара Ковентри. Оно довольно короткое. Но я думаю, что на мою шею я еще смогу его как-то натянуть. Хотя, примерю, вам покажу. Вы знаете, что я все примеряю. Посмотрите, какие нежные, нежнейшие звенья, нежнейшие жемчужины, опутанные проволокой. Причем вот одна крупная в центре. И потом они уменьшаются, уменьшаются. И вот здесь вот совсем малюсенькая. То есть, фактически... А, вот еще одна. Вот такая совсем малюсенькая жемчужинка. И это получается, что одна крупная и 4 маленьких жемчужинки. Очень красивые, красивые звенья между ними. Прекрасным состоянием. Думаю, возраст... Не знаю. Возможно, тоже 70-е, 80-е. Может быть, даже 90-е. Не знаю, когда делали Сара Ковентри для Канады. Но... А может, и 60-е. Просто прекрасная сохранность. По дизайну трудно сказать. Потому что это вечный дизайн. Никогда не выходящий из моды. Всегда находящийся в моде. Если у вас какие-то есть, девочки, идеи по тому, какого возраста это колье. Я буду очень рада, если вы мне напишите. И положим мы его рядом с этим нежным колье. Эйвен, которые, в принципе, по стилю, по предназначению. Они где-то между собой перекликаются. Ну, и следующее колье у нас совсем другое. Вот такое вот. Немаленькое колье. Очень крупное. Три большие... Как будто бы ракушки. Но у нас три таких значка. Где-то, в принципе, это и ракушки. Где-то это и какие-то цветочки. И вот такая вот кривая жемчужина. Это пластик. Это не речной жемчуг. Красивая цепь. Стоило оно 5 долларов мне. Сейчас вам прочтем, кто это. Приблизим и посмотрим. Кто это? Кто это у нас? Значит, маркировка Корея. Насколько я понимаю, правильно? Да, маркировка Корея. Ну, то есть, оно, конечно, не винтажное. Но... Сделано очень красиво, очень хорошо. Мне почему-то казалось, что у него была какая-то другая маркировка. А, вот, я вспомнила. Так, я запуталась. Наверное, цепь не от него. Все, девочки, беру свои слова назад. Видите, как я покупаю что-то, потом забываю. Видите, маркировка Джей Джей. На самом кулоне. Джей Джей – это довольно известная компания, которая делает очень интересные, необычные броши. Обычно это какие-то стилизованные животные. Ну, вы знаете, все знают эти кошечки Джей Джей. Кошь с мышью Джей Джей. У меня есть несколько брошей их производства. Они делают такие интересные, необычные вещи. Вот, я помню, что была маркировка другая, не Корея. Значит, видимо, кулон от компании Джей Джей. Ну, это довольно нетипичное для них, как бы, творение. Потому что у них обычные вещи выглядят совершенно по-другому. А вот на цепочке маркировку я даже и не заметила. Только сейчас заметила. Значит, на цепочке Корея. Либо цепочка, видимо, не от этого кулона. Либо это не Джей Джей. Может быть, Джей Джей компания. Ну, в общем, они много чего делали разного. Скорее всего, цепочка от чего-то другого. Кстати, цепочка очень красивая. Так что, вот видите, у меня он дважды маркирован, этот кулон. Эффектный, очень эффектная вещь. И интересная такая. Видите, вот с маркировками, как всегда, какая-то... Путаница у нас произошла. Так, вот такая брошь у нас, которая стоила мне 6 долларов. Это, в принципе, тоже немного. Сейчас я проверю, маркирована она или нет. Это я, как всегда, брякну что-нибудь потом. Давайте с вами вместе посмотрим. Поищем маркировку. Не вижу. Не вижу. Я уже искала, но не нашла. Маркировки нет. Хотя брошь, скорее всего, винтажная. Я даже ее находила онлайн. Я, может быть, если найду, по вам картинку потом приделаю. Посмотрите, какая красивая у нее в центре. Красивый кабошон. Сделан под ляпис. Я думаю, что это стекло. Да, это стекло, но это не камень, конечно. Сделан под такой ляпис-лазурь. Синий с красивыми такими блестящими точками. Лампа моя отражается и видно плохо. Но вы посмотрите, какая красивая брошь. Я находила ее. Там было написано, что она винтажная и все такое. Но, знаете, пишут много чего. На это нельзя обращать внимание. Потому что написать можно все, что угодно. Продавцы, как правило, на ebay не особенно отвечают за то, что они пишут. То есть вы должны рассматривать вариант того, что написано. Это не 100% то, что есть на самом деле. Но, тем не менее, брошь очень красивая. Думаю, что винтажная. Посмотрите, какое красивое у нее обрамление. Как хорошо сделана красивая рамка, так сказать, для этого кабошона. Прекрасный синий кабошон. Игла длинная. Но такая обыкновенная застежка. В общем, не знаю. Маркировок никаких нет. Обратная сторона сделана очень хорошо, качественно. Вот такая вот интересная брошь. Может быть, и винтажная. Даже скорее всего. Видите, как красиво. И вот такой вот последняя вещь. У нас вот такой вот шикарнейший браслет. Сделанный в стиле дамаскин. В технике, вернее, дамаскин. Стоил он мне 10 долларов. Был немножко дороже. Ну, потому что это как бы вещь. Видно, что вещь хорошая, дорогая, непростая. Вот его цена. Посмотрите, какой шикарный. У меня есть несколько брошей в стиле дамаскин сделанных. По-моему, браслет уже был тоже похожий, но не такой. Во-первых, у него есть... Тоже запутанную надо распутать. Страховочная цепочка. Обычно это делают в недешевых украшениях, потому что, если он упадет и потеряется, будет очень жалко. Как же он открывается? А, вот так. Маркировок тоже никаких нет. Ну, кстати, на изделиях вот этих вот дамаскин, в стиле дамаскин, никогда нет маркировок. Это испанская техника, но интересен он тем, что его звенья... Тоже находила в интернете за довольно дорогие деньги. Вот это вот, значит, звенья в технике дамаскин. И тут еще, видите, в центре такая перламутровая пластина проложена, на которой сверху прикреплен тоже вот такой вот металлический элемент в стиле тоже дамаскин. В общем, очень интересный, очень красивый браслет. Надо мне распутать тут цепочку. Красиво выглядит, богато на руке, элегантно. Очень красивый стиль. Я очень люблю вот эту технику дамаскин. Долго я думала, что это что-то арабское. Но потом меня поправили и сказали, что это испанская техника. Видимо, потому что дамаскин мне напоминал слово «дамаск». И мне как-то казалось, что это что-то из тех краев. Но нет. Вот такая вот шикарная вещь. Очень, я считаю, хорошая находка. Необычная, красивая, редко встречающаяся. Вот с обратной стороны я вам не показала его. Ну вот, с обратной стороны звенья просто сделаны. Видите, даже некоторые потемнения, позеленения есть. Надо мне его помыть, почистить. И вот видите, у меня еще все с атикетками, с ценами лежит. Поэтому я еще ни до чего, у меня руки не доходили. Но браслет, конечно, очень красивый. Очень такой необычный. Ну, в общем, очень мне нравится. Я очень рада, что мне он достался. Ну вот, дорогие друзья, такие у нас сегодня были находки. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вы получили удовольствие. Я надеюсь, что если вы впервые на моем канале, то вы подпишетесь. А если не впервые, то я очень рада всем моим зрителям, которые вернулись ко мне и смотрят мои видео. Я вам очень благодарна за лайки, за комментарии, за подписку, за то, что вы со мной. Всех люблю, целую. С вами была Дита из Канады. Всем пока. Бай-бай.